Рад вас приветствовать на первом занятии курса «Адаптация сотрудников». Традиционно проходит в открытом формате. И сегодня мы говорим, что же такое адаптация и как адаптировать еще и удаленных сотрудников, тех, кого сейчас становится все больше и больше. Зачем нужно кому-то учиться адаптировать сотрудников? Дело в том, что пройдя курс, вы сможете построить свою систему адаптации в компании и улучшить удержание новых сотрудников, ускорить их вывод на эффективную работу. Мы сегодня будем говорить, какая польза для компании в адаптации. Потому что некоторые компании думают, что адаптация – это такое добровольное мероприятие. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Адаптация – это что-то, что нужно сотрудникам прежде всего. Хотя на самом деле, как мы сегодня увидим, адаптация – это то, что нужно компании, и то, что очень полезно компании, и то, что можно в деньгах посчитать. На втором занятии мы будем говорить про бюджет на адаптацию. Когда речь заходит за бюджет, очень важно уметь показать, а в чем польза. Вот сегодня будем говорить о пользе. У этого курса есть сайт, так он выглядит. И если вдруг мы с кем-то не знакомы, меня зовут Майк Притула, и вот компании, в которых я работал. Свою такую полноценную первую адаптацию я выстроил в компании Starlight Media. Это был телеканал СТБ. Меня, собственно говоря, на эту роль и брали – построить рекрутинг и адаптацию. Потому что до моего прихода адаптации не было никакой. И это создавало проблемы. Компания очень-очень быстро росла, выходило много новых сотрудников, и они оказывались без внимания. Я и сам, как новый сотрудник, когда вышел на работу, я оказался без внимания. Во-первых, мне не выдали компьютер, потому что не были процессы настроены, и мне попросили принести свой компьютер. Во-вторых, у меня не было рабочего места готового. Меня посадили временно за чужое рабочее место. Дали там какой-то старый полуполоманный стул. Ну и вот сказали, ну вот видишь, что тебе предстоит выстраивать. Ну и я выстроил систему адаптации, состоящую из многих элементов. Это и встреча с сотрудниками, и адаптационный семинар, который я лично с удовольствием проводил. Мне он очень нравился, приветствует моего субъекта. Вот, был план адаптации прописан, ставились цели. Я разработал книгу с сотрудником впервые в этой компании. Ну, точнее, там сначала первую версию, потом я обновлял. Начал обучать руководителей назначать менторов и разработал инструкцию для менторов, чтобы они могли работать с новыми сотрудниками. Ну, в общем, много чего внедрил, и действительно люди почувствовали заботу. У нас улучшились показатели удержания первых нескольких месяцев. Разные компании, разные индустрии, в которых я работал, и сейчас сотрудничаю с компанией PeopleForce, которая помогает развивать их замечательный продукт. По работе полагаюсь на лучшие мировые практики, вам тоже рекомендую их отслеживать, которые дают постоянно какие-то интересные знания. Буду благодарен, если вы и про себя напишите, а именно меня интересует, какая у вас должность. Интересно, кого сегодня заинтересовала тема адаптации. Поэтому напишите, на какой должности вы работаете. Я же пока расскажу про домашнее задание. На этом курсе, как и на всех наших курсах, будут домашние задания, выполнение которых, успешное выполнение, позволяет получить наш диплом. Диплом наш выглядит вот таким образом. Мы недавно обновили дизайн. Очень он привлекательный, как мне кажется. И диплом мы выдаем на прогрессивной платформе Accredible. Там более 1100 компаний выдает что-то около 1 миллиона дипломов каждый месяц. Такие компании, как Google, их сервис Google Cloud, Гарвард Университи, очень авторитетный такой университет, компания Slack, компания Zendesk, вообще очень много разных клиентов. Ну и ваш диплом будет на этой платформе современной выпущен. Идем дальше. Значит, давайте теперь поговорим про тему сегодняшнего занятия. Первый факт. Около 25% людей – это исследование компании Randstad. Очень крутая консалтинговая компания. У них в их исследовании ежегодно принимает участие что-то более 100 тысяч людей со всего мира. Так вот, по их данным, около 20% людей меняют работу каждый год. И, соответственно, четверть людей во всем мире сталкивается с процессом адаптации в разных компаниях. Что говорит статистика про эту самую адаптацию? Статистика SHRM говорит, что до 50% людей в мире увольняется в первые 4 месяца. У топов это занимает чуть дольше, они как-то более крепкие. То есть, у них в первые 18 месяцев. Дальше. Хочу переориентировать свои компетенции в специальный SHR-дженералист войти на данный момент в поиски работы. Понял. Отлично, что написали о себе. Спасибо. Из тех сотрудников, которые уволились в первые 6 месяцев после поступления на работу, 80% приняли решение намного раньше, в первые 2 недели на новом месте. То есть, именно в процессе адаптации. Ну и я думаю, если вы вспомните свою работу в разных компаниях, то вот эти первые 2 недели часто бывают такие сомнения. А в правильно ли я место попал или попало? А почему здесь там чего-то нет? Как ко мне здесь относятся? Ждут ли меня здесь? Нужен или нужна ли я здесь? Буду ли я здесь работать эффективно? Смогу ли я себя здесь реализовать? Если компания никак здесь не помогает в этот момент, то, соответственно, сотрудник может принять решение уйти. Каждый четвертый новый сотрудник задумывается об увольнении в первые 3 месяца работы. Опросник Pulse of Talent. Тоже знаете ли, такая вот статистика не самая лучшая. Новички, которые проходят структурированный процесс адаптации, то есть там, где он есть, на 58% чаще остаются в компании на более чем 3 года. Это еще одно исследование. Ну и, наконец, увольнение сотрудника может стоить компании около 150% его годовой зарплаты. То есть, когда мы теряем человека время адаптации, а мы можем его потерять, если плохо работает процесс, мы теряем деньги. То есть, это не просто про то, что мы потеряли сотрудника, это еще про то, что мы потеряли деньги. Вот что говорит статистика про адаптацию. 90 дней решает. Часто адаптацию связывают с 90 днями, с 90 днями, короче, так скажу. И действительно, что обычно именно столько дней у сотрудника есть, чтобы проявить себя на новом месте работы, посмотреть, получается, не получается. И чем быстрее новые сотрудники почувствуют себя желанными и подготовленными к работе, тем быстрее они смогут внести успешный вклад. То есть, тем быстрее они начнут работать продуктивно, что тоже любой компании хочется, любой компании интересно. Вот как к этому относятся мировые гиганты. Например, компания Facebook, у них есть правило 45 минут. Это правило означает, что все новые сотрудники могут приступить к работе в течение 45 минут после прихода, в первый рабочий день. Поскольку все их системы и устройства были настроены до того, как они пришли в свой первый день. Я думаю, что это правило вообще следует принять как золотое правило адаптации. То есть я сам, когда я в разных компаниях выстраивал адаптацию, испытывал, знаете, такое огромное чувство удовлетворенности, когда я ходил и видел, что нового сотрудника утром ждет рабочий стол чистый, ждет компьютер, ну и все, что необходимо. И я испытывал личный дискомфорт и даже стыд, если человек выходит первый рабочий день, и у него нет рабочего места или компьютера. То есть хоть я и не всегда за это отвечал, но мне было самому стыдно и неприятно. И я испытывал вот такое негативное ощущение. И, конечно, часто брал на себя это, общался с сотрудниками, извинялся. Это не должно происходить, потому что это очень неприятное чувство, когда ты приходишь работать, а такое ощущение, что тебя здесь и не ждали. Идем дальше. У нас этот курс, он состоит из шести занятий. На втором занятии мы будем говорить, как сделать программу адаптации у себя. Дальше мы разберем разные этапы этой адаптации от подготовки до выхода. Разберем первый рабочий день, первые 30 и первые 90 дней. Все этапы. Сегодня мы поговорим о разных важных вещах и об эффективной модели адаптации от SHRM. И почему нужно инвестировать, какая здесь польза для компании. Какие цели и задачи, какой экономический результат. Посмотрим на еще один пример компании Google. Поговорим, как можно геймифицировать процессы, зачем это нужно сделать. Поговорим о чек-листе успешной адаптации. И вот про тех самых удаленных тоже поговорим. Итак, давайте начнем с того, что такое вообще адаптация. Они много говорят. Или адаптация, или адмординг. А что это такое? Это набор процессов, в ходе которых новые сотрудники интегрируются в организацию. Кстати, некоторые компании предпочитают называть этот процесс именно интеграцией. То есть они в этом процессе видят больше сути и больше какой-то философии. Этот процесс включает мероприятия, которые позволяют новым сотрудникам пройти процесс первоначальной ориентации новых сотрудников, узнать об организации, ее структуре, культуре, видении, миссии и ценностях. Ну и, соответственно, благодаря этому сотрудникам компании работать проще. Вот еще одно исследование, на которое можно положиться. Здесь вот есть ссылка на него. Это исследование компании GALA. Ну, GALA вообще очень известная компания, они многие вопросы исследуют. Их интересуют вопросы вовлеченности, в частности, вопросы талантов. Ну и про адаптацию тоже есть. Так вот, представьте себе, что только 12% сотрудников довольны адаптацией в своей компании. Не супер, кстати, большой процент. Эти сотрудники, которые довольны, почти в три раза чаще говорили, что у них самая лучшая работа из возможных. То есть вот тоже такой очень полезный пункт. Если адаптация классная, то сотрудник говорит, что это крутая работа. В целом, только 29% новых сотрудников считают, что они были подготовлены и получили поддержку для успешной работы в новой должности. То есть в мире, как мы видим, большая проблема с адаптацией. Поэтому следующий вопрос, который бы я хотел вам задать. Как бы вы оценили по 10-бальной шкале процесс адаптации вашей компании? 10 баллов – это означает, что это суперидеальный процесс, лучше не придумаешь. 0 баллов – это означает, что у вас вообще нет никакой адаптации, абсолютно ничего у вас не происходит. И вообще есть огромные проблемы в этом направлении. Так, вот вижу цифру 3, цифру 5. Кто не работает, можно прошлую кампанию оценить. Цифра 7. Ну, десяток пока что нет. Может быть, кто-то поставит, я не знаю. Ну, и мой опыт, мое наблюдение говорит, что у многих компаний этот процесс не налажен. Эффективный план адаптации. Что это такое? Он предоставляет идеальную возможность повысить вовлеченность сотрудников. Это еще с вовлеченностью связано. Например, способствие установлению благоприятных отношений между новыми сотрудниками и руководством. Знаете же эту фразу, как говорят, сотрудник приходит работать в компанию, а увольняется от руководителя. Чем быстрее у сотрудника будет с руководителем хороший контакт, чем быстрее будут продуктивные отношения, тем менее вероятно, что человек уволится. Укрепляя приверженность компании, содействию профессионального роста сотрудников и доказывая, что руководство признает таланты сотрудников. Вот как работает идеальный процесс. Также это связано с ценностным предложением компании как работодателя. То есть такой термин EVP, Employer Value Proposition. Ценностное предложение компании-работодателя. Это все то, что сотрудники получают, всю ту ценность, которую сотрудники получают от работы в компании. И это все то, что обещают сотруднику, когда сотрудника принимают на работу. То есть вы знаете, что когда сотрудникам есть даже много на этот счет всяких приколов, мемов, как рекрутеры обещают сотрудникам золотые горы, когда сотрудники выходят на работу. По сути, формируя ожидания, по сути, коммуницируя ценностное предложение. Но эти все ожидания, эти все даже обещания потом нужно выполнять. То есть когда мы сотруднику наобещали, что придя в нашу компанию, он получает лучшее место работы, идеальный карьерный рост, классную заработную плату, прекрасный коллектив, суперского руководителя, отличный пакет бенефитов, то потом сотрудник должен это увидеть. И вот эти первые дни, когда сотрудник приходит в компанию, через адаптацию сотрудник видит, то, что ему наобещали, это существует и подтверждается, или на самом деле то, что наобещали, как-то оно расходится с реальностью. Чтобы не было разочарований, адаптация должна быть такая, которая пока подтверждает все обещания, данные на этапе рекрутия. В противном случае сотрудник будет очень жестко разочарован, сразу же не вовлечен, ну и подумывать об увольнении. Поэтому адаптация, как мы видим, она нужна и для бренда-работодателя, для того, чтобы доказать сотруднику, что это все правда. Мы тебе не врали, мы тебя не обманывали, мы тут тебя не совращали какими-то нереальными штуками. Мы тебе рассказали правду, и вот с первых дней ты это получаешь, ты это ощущаешь. Хорошо. Идем дальше. Что должно входить в этот процесс адаптации или в анбординг, по мнению компании Gallup? Тут тоже ссылочка, обратите внимание. Считается, что во время адаптации вы должны дать сотруднику ответы на пять ключевых вопросов. Первый вопрос. Во что мы здесь верим? Это, по сути, про вашу культуру. Какая культура, ради чего вы работаете, что для вас важно, что для вас не важно, что для вас ценно и так далее. Дальше. В чем мои сильные стороны? То есть, кроме адаптации, кроме психологического фактора, в этом процессе есть еще и испытания своих сил. То есть, сотрудник, соглашаясь работать в компании, он в какой-то степени рискует. Он не знает, он справится или не справится. Конечно, он хочет справляться. Если он будет не справляться, он будет думать, что, ну, видимо, компания не подходит мне, а я не подхожу к компании. Поэтому во время адаптации сотрудник должен увидеть, что он справляется. И кроме того, что это позволит ему остаться, это также вселит в него уверенность в том, что можно работать эффективно. То есть, это будет влиять на его работу. Ну, знаете, вот когда сотрудник теряет веру в себя, ему потом сложно с любыми препятствиями на работе сталкиваться. Потому что нет веры в себя, и как бы ты постоянно лажаешь. Или наоборот, люди, которые в себя поверили, и компания в этом помогла, если потом не получается, они думают, ну, сейчас не получилось, но вот сейчас точно получится. И продолжают предпринимать попытки. Третий вопрос. Какова моя роль? Сотрудник, ну, я думаю, вы по себе это тоже знаете, работая в разных компаниях на одной и той же должности, вы все равно видите, как эти должности по-разному реализованы. Разные задачи, разные подходы к работе, разные знания нужны, ну, то есть отличаются. И когда сотрудник приходит в вашу компанию, его интересует, окей, да, я эксперт, я профессионал, я хорош в своей теме, но у вас, как мне нужно работать, какая здесь моя роль, в чем ее особенность, какие отличия. И чем быстрее он это поймет, и чем быстрее вы поможете ему это понять, тем быстрее он сможет быть более эффективным в ней. Дальше, кто мои партнеры? Сотрудники не работают в одиночку. Ну, наверное, какое-то редкое исключение, когда все работают в одиночку. Сотрудники взаимодействуют в команде своего руководителя, взаимодействуют с другими командами, просто с разными людьми в компании. И обычно эти другие люди нужны для эффективной работы. Где-то ты что-то там заказываешь, внутренние сервисы, где-то ты передаешь результаты своей работы следующему человеку, где-то тебе передают результаты. И сотрудникам нужно понимать, кто эти все люди, с кем я взаимодействую, какие они, как с ними взаимодействовать и так далее. И пятый вопрос. Каким видится мое будущее здесь? Мы люди такие существа, что нам важно знать наше будущее. Вот смотрите, очень простой пример. Огромный спрос в мире на гороскопы, на предсказания, на нумерологию, на гадания, на карты Таро, на Нострадамуса, на много чего, на тренды. Из-за того, что у людей есть любопытство по отношению к своему будущему. Это в нашей природе. Нам важно, что будет в будущем. И мы хотим верить, что все будет хорошо. И человек, приходя в компанию, он тоже думает, окей, а какое мое здесь будущее? Что у меня будет здесь происходить? Что я здесь смогу получить? Чего я смогу добиться? И чем он увидит более светлое, яркое будущее, тем больше он будет стараться. Он будет думать, вау, классно. Здесь у меня есть хорошие возможности. Мне ради них стоит постараться. Мне нужно здесь выкладываться, мне нужно себя зарекомендовать. Поэтому я буду хорошо работать. Вот такие пять вопросов, на которые процесс адаптации должен дать ответы. А дальше это уже вопрос техники. Дальше. Адаптацию можно измерять, к счастью, как и многие другие HR-процессы. Можно измерять для того, чтобы оценивать эффективность, для того, чтобы обосновывать процесс адаптации, для того, чтобы улучшать и так далее. Есть несколько метрик. Я их назову, прокомментирую, и у вас будет в сегодняшней презентации с детальными комментариями. Одна из самых главных метрик, которая есть в адаптации, она даже не текучесть, текучесть тоже есть, а метрика, которая описывает, как скоро, как быстро человек начинает работать продуктивно. Например, классная адаптация – это когда человек выходит на работу и уже быстро может включить. Я приведу пример с рекрутерами. Когда я нанимал рекрутеров, я никогда их не торопил. Даже у меня был такой подход – не нагружать. Как выглядел типичный процесс найма рекрутеров, например, у меня на телеканале СТБ. У меня была прописанная политика рекрутинга. Когда человек выходил на работу, я ему говорил, вот тебе политика рекрутинга, пожалуйста, изучи ее максимально детально. Также я назначаю тебе наставника. У меня для каждого рекрутера был наставник из числа текущих рекрутеров. Я говорю, твоя задача – максимально познакомиться с нашими процессами и узнать, как мы работаем. Ну и знакомил с будущими заказчиками, если они уже были известны. Все, я не говорил, что ты давай бери вакансии, давай там делай то-то, то-то. Просто вставлял человека. И я ждал, чтобы человек ко мне сам пришел и говорил, окей, а что дальше? Я изучил. И вот большинство приходило, кто-то через день, через два, через три, то есть мало кто приходил через неделю даже. Они говорят, я все изучил, я все узнал, а я еще просил обязательно походить на собеседование с наставником, то есть обязательно посмотреть, как проходит собеседование, что мы спрашиваем, как мы общаемся, что мы рассказываем. Все, вот это вот происходило до одной недели. Человек приходил, говорил, вот все. Я говорил, ну отлично, давай тебе дадим первую твою вакансию. И давал вакансию. Уже был процесс, уже был пример, уже был наставник. Человек брал первую вакансию, я его тоже не трогал. И он сам ко мне приходил. Единственное, что у меня было, это регулярный one-to-one сотрудникам раз в неделю. Он ко мне приходил и рассказывал. И вот имея всего лишь несколько таких простых процессов, у меня люди уже на вторую неделю начинали вести полноценно вакансию и интервью. То есть время выхода на продуктивную работу было там одна-две недели. За редким исключением, да, вот там был один кандидат, который не оправдал ожидания, и он действительно долго раскачивался, и потом не прошел испытательный срок. Но, скорее всего, вопрос был в его, наверное, мотивации, которую мы не очень четко смогли оценить. Потом это, конечно же, текучесть. То есть смотрят на... Это, знаете, текучесть, она такая очень универсальная метрика. Она показывает итоги вообще любого процесса. Если люди увольняются во время адаптации, значит, с этим проблема. Потом удержание. Считают, какой процент людей, разные сроки удерживаются. Дальше это опросы. То есть мнение самих людей. У нас в этом курсе будут опросы. Там первые дни, первый месяц, 90 дней. Как люди воспринимают адаптацию, тоже очень важно. Что они по этому поводу думают, как им это видится. То есть вот такая обратная связь от самих людей, она очень важна. Лучший вариант. Вот такая, наверное, самая лучшая адаптация, которая мне удавалось построить, это была компания Preply и компания Ideas, потому что там у меня были люди, отвечающие за адаптацию, и у них для полноценной адаптации людей было время. Сотрудник выходил на работу. Ну, я не говорю о том, что все там было готово. Рабочий стол, компьютер, все учетные записи. У него первый день был четко расписан. С ним тот, кто занимается адаптацией. В одной компании это был People Operations Manager, в другой компании это был People Partner. Этот сотрудник проводил два часа, чтобы максимально рассказать о компании, о культуре, показать систему и так далее. Вот самые лучшие отзывы, которые я получал, это люди, которые говорили, «Вау, у вас такая адаптация, со мной такой нигде не происходило. У вас настолько все продумано, у вас настолько такая забота». Он говорит, «Мне кристально все ясно, у меня нет вопросов». Это вообще такое впервые. То есть такие восторженные отзывы, вот это вот классный признак того, что адаптация хорошо построена. Когда люди просто шокированы процессом адаптации. Насколько он продуман, прописан. Там есть чек-лист адаптации и все проходит. Дальше сама по себе удовлетворенность и вовлеченность сотрудников тоже метрика. Имеется в виду не процессом, а работой. Особенно вовлеченность. То, что можно, например, померить опросником Gallup Q12. Вот, кстати, в компании, где вы хорошо выстраиваете адаптацию, вы даже начнете замечать. Я такое замечал, что у новых сотрудников максимальная вовлеченность. То есть они на все пункты опросника Gallup Q12 говорят абсолютно согласны. Это круто. Ну и совсем плохо, если уже новые сотрудники у вас не вовлечены. Потом сложнее будет их вовлечь. Дальше. Показатели их эффективности. Это банальное выполнение своих KPI. То есть хороший процесс адаптации позволяет уже на второй, на третий месяц сотруднику работать на уровне других сотрудников. Любая неофициальная обратная связь. То, что люди говорят в курилках друг к другу, вне опросов, тоже хороший показатель адаптации. Теперь из чего состоит адаптация, из каких процессов и что должно быть. У SHRM есть классная модель. Я, кстати, о ней узнал, я бы сказал, уже после того, как я много раз эту адаптацию выстраивал. То есть скорее я собирал это где-то по частям, по крупицам, а потом как-то мне попалась на глаза эта модель. Я понял, что так вот, как я это и строил, собственно говоря. Считается, что успешная адаптация – это комбинация таких факторов, как выбор правильного кандидата на должность, это умение сотруднику самостоятельно управлять своей эффективностью, компания может помочь, обучить, но это его умение, ясность его или ее роли, то есть четкое понимание, что здесь нужно делать. Социальная интеграция – это то, что позволяет сотруднику с другими людьми познакомиться, установить контакт. И знание культуры. Вот третьих, точнее не три, а вот эти все компоненты – это итог успешной адаптации. Соответственно, все процессы, все действия, все процедуры, которые выполняются в рамках адаптации, они должны быть, вот как тут это нарисовано, направлены на то, чтобы улучшать ситуацию во всех этих факторах. Конечно, это все зависит от компании, от индустрии, от размера компании, от климата, культуры компании, от руководителей. Но все равно эта универсальная модель работает. То есть, если вы где-то читаете, что в компаниях есть наставничество, тренинги, еще что-то, еще что-то, то, скорее всего, эти инструменты улучшают вот эти вот факторы. Ну и, конечно, мы будем их детально изучать. Теперь про этапы. Адаптация – это не просто какие-то абстрактные 30 или 90 дней. Это четкие процессы, которые должны происходить. Выделяют следующий этап. Я выделяю, по-моему, джоб-офер. Вот я считаю, что у сотрудника в голове адаптация начинается тогда, когда он мысленно сказал, ну все, я решился, я перехожу. И держа в руках этот джоб-офер, в планшете или в телефоне или на экране, он уже начинает думать, ага, как я буду работать, что я получу, какие у меня вопросы. Потом есть этап, который называется пре-бординг, до выхода на работу. Потом очень важный этап первый день – введение в должность. Потом последующие дни. Потом в целом поддержание связи с ним. И есть такой этап, который называется ре-бординг. Это когда человек переходит на какую-то новую должность. Для него это тоже много нового. Либо в другой офис, в другую страну переводится. Либо был где-то долго в декрете или в саббатикале или на каким-то больничном длительном и возвращается. Это тоже требует адаптации. Зачем нужно инвестировать в адаптацию? Значит, вот основные аргументы для компании, для руководства, почему этим стоит заниматься. Это повышает удовлетворенность сотрудников работой. Это повышает лояльность и вовлеченность. Это снижает текучесть. Это позволяет сотруднику работать более эффективно, лучше строить карьеру и испытывать меньше стресса. Это прямые результаты адаптации для бизнеса. Соответственно, когда вы разрабатываете программу адаптации у себя в компании, вы должны поставить себе цели и задачи. Как и в любой другой программе, можете отсюда исходить, и у вас получатся вот такие цели. Повысить удовлетворенность работы сотрудников, запустить отношения между ними и компанией, повысить эффективность работы, прояснить ожидания от новых сотрудников, уточнить их цели, защитить от текучести и обеспечить поддержку. Вот такие цели вы можете для себя вставить. Теперь уровни адаптации. Есть разные слои или уровни. Есть просто соблюдение требований. Это самое примитивное. Когда вы просто делаете все на минимальном уровне, просто потому что есть какие-то базовые требования. Есть этап разъяснения, когда вы просто банально объясняете какие-то нюансы. Вот эти разъяснения часто в правилах трудового распорядка прописаны. Есть этап культура, когда вы уже и в культуру посвящаете. Это, по сути, уже не писанные правила. И есть уровень связи, когда вы помогаете людям выстраивать связь с компанией, с приверженностью реальностью и так далее. Теперь про экономический результат. Вот в адаптации что круто, что можно в деньги перевести пользу. И вот эти деньги потом можно сравнивать с затратами. Например, если вы хотите внедрить пакет новичка, дарить хотя бы футболку новичкам или носочки, это стоит денег. И руководство говорит, а зачем нам тратить деньги на носочки, 5 долларов на каждого сотрудника, в чем польза. Вы можете сказать, а вот какая польза экономическая. Например, если сотрудник быстрее вступает в должность, то вы можете прикинуть, сколько людей вступает в должность каждый год, какая средняя зарплата и сколько стоит один месяц. И просто перевести в деньги. Сколько денег вы дополнительно принесете компании, если сможете сделать так, чтобы люди быстрее начинали работать эффективно. Дальше повышение продуктивности. Исследования говорят, что люди, проходящие адаптацию, работают более продуктивными, более продуктивно. Даже если взять минимальный 5%, взять зарплату человека как базовое измерение его продуктивности, то есть тут такое предположение, что если сотрудник уплатит 500 долларов, то он как минимум на 500 долларов работает в компании. Но обычно он в разы больше возвращает. Но даже банально, перемножив фонда платы труда на 5%, вы получаете выигрыш от возросшей продуктивности людей. И сокращение текучести. Зная, сколько стоит увольнение одного сотрудника, минимально, даже пусть будет 6 окладов. Зная, сколько людей увольняется, сколько людей вы сможете удержать благодаря адаптации, вы можете почитать, сколько денег вы сэкономите. Дальше, просто просуммировав все эти три вида пользы, вы можете понять, сколько вообще хорошая адаптация вам может принести в компании. Ну, я вот считал, в среднем для компании из тысячи человек это около 600 тысяч долларов, до миллиона долларов. Если у вас 100 человек, это до 100 тысяч долларов в год польза. Если у вас 10 человек, соответственно, до 10 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, вот сколько у вас человек, умножаете на 1000 долларов, численность сотрудников компании, это примерный, универсальный, средний выигрыш от внедрения программы адаптации. То есть, вы можете поставить свое число, а вот откуда берутся цифры, я вот показал. Это сумма вот этих трех вычислений. Как адаптирует компания Google? Компания Google во многих процессах. Лидер, вы знаете, они хорошо строят HR, им это выстраивал Аслабок, бывший консультант компании McKinsey, и Ларри Пейдж, и Сергей Брин очень хорошо такие люди про HR. Поэтому у компании Google очень много классных примеров. Значит, какие цели адаптации видит компания Google для себя? Это обсудить с новым сотрудником должностные обязанности, познакомить с командой, помочь социализироваться, помочь новичку познакомиться с новыми людьми и создать свою социальную сеть в Google, ну, в кавычках, то есть, персональный нетворк, контакты, проводить ежемесячные проверки в течение первого полугодия, с момента устройства нового сотрудника, то есть, насколько он справляется, как у него дела, и установить политику открытых дверей, чтобы новый сотрудник знал, что он всегда может обратиться за помощью к менеджеру, если будет необходимость. Дальше, адаптация в Google, приветствие новичков. На протяжении периода адаптации новички ходят в специальных кепках, вот кто смотрел фильм «Стажеры», это кадры оттуда, фильм снят на основании реальных событий. Эти кепки выделяют людей из толпы, то есть, все понимают, что это новички. Их называют нуглеры, новые гуглеры, new googlers, new nooglers. Благодаря этому знаку все понимают, что это новичок, и, соответственно, можно и нужно ему помочь. Дальше, Google дает хороший пакет новичка, welcome pack или welcome package его называют, то есть, куча всякого мерча, который окружает человека. Дальше, есть много таких хороших практик, к которым компания Google пришла. Например, это личное обучение. То есть, проходит двухнедельная программа личного обучения и ориентации, где человек знакомится с орг структурой, основные технологии, методы программирования, если разработчик, и так далее. Это все, конечно, происходит в дистанционном формате, используется LMS, management system. И, таким образом, с поддержкой реальных людей, с менторством, таким образом, у опытных людей есть возможность знакомиться с новичками. Дальше, очень тщательно знакомят с культурой. То есть, компания Google большое внимание уделяет культуре, поэтому супертщательно доносит разными способами такая культура в компании Google, как нужно себя вести, что поддерживается, что не поддерживается. Дальше есть специальные мероприятия для разных должностей. CodeLabs для инженеров, для руководителей. Проходят руководители базовый курс по менеджменту, даже если это опытные руководители. У них даже программа этого курса где-то лежит на их сайте. Называется, по-моему, у них это Rework. То есть, обучают, очень активно они обучают новичков. Дальше идет обучение на рабочем месте. Дают какое-то первое задание достаточно простое. И смотрят, как человек с этим справляется. То есть, такая как внутренняя стажировка. Не сразу в бой, а поначалу что-то простое. Есть программа наставничества. Ну, это очень круто вообще. То есть, вот если выделить, что такого самого лучшего может быть в адаптации, наверное, наставничество я бы точно в топ-3 бы взял. Это то, что касается компании Google. Да, в принципе, видите, это не какой-то суперкосмос, который невозможно мне внедрить в вашей компании. Ну, и это в то же время полезно. Дальше. У адаптации часто перенято использовать элементы геймификации. Почему? Сама по себе адаптация – это большой набор разных активностей, разных действий, разных мероприятий. И нужно, чтобы сотрудник через это все прошел. Соответственно, кто-то должен следить. Если за этим всем будут следить HR, для HR это может быть реально напряженным. Так, когда сотрудников много. Хотя в некоторых компаниях, где есть роль people-партнера, люди стараются отслеживать. Гораздо проще, если роль отслеживания переложить на систему, чтобы следила система. А еще круче, если еще геймифицировать. Например, когда я работал в Wargaming, сначала была геймификация оффлайн, сначала были разные документы вот такие, мы выдавали в виде квестов. Потом сделали онлайн. Использовали систему пряники, где сотрудник получал задания, отчитывался об их выполнении, зарабатывал баллы, баллы менял на всевозможные подарки от компании. Кто-то использует чат-ботов. Сейчас очень популярный чат-бот, то есть можно заложить чат-бот, разные действия, которые будут происходить сотрудникам, собирать обратную связь, выдавать какие-то рекомендации, о чем-то информировать, повлекать других людей. Кто-то использует просто оффлайн-вариант, такой, как адвент-календарь. Если знаете, перед Новым годом многие компании, которые шоколадки продают, они делают адвент-календари. Там есть с 1 по 31 декабря, и в каждом дне какая-то сладость. Может, вы такое покупали себе или детям своим. То же самое делают про адаптацию. Например, прописывают все мероприятия, дают коробку со сладостями, сотрудник сам проходит все, ставит галочки, ставят какие-то чекпоинты проверки, 4, например, чекпоинты, где проверяется, проходит ли не проходит. Все остальное он как бы сам проходит, и там есть сладости. Ну и, конечно, современные системы автоматизации HR, такие как PeopleForce, они просто позволяют все автоматизировать. То есть прописать чек-лист адаптации, что должно происходить с новым сотрудником, по датам, кто должен вовлекаться, и что должен сделать, начиная от подготовки рабочего места до выхода сотрудника, заканчивая закрытием испытательного срока. То есть система позволяет прописать действия, прописать сроки, прописать ответственных, запускать эти все задачи на людей. Люди эти задачи получают как входящие задачи, люди их выполняют и отчитываются, и система ставит галочки. И вы видите, как HR по каждому сотруднику, как руководитель, у кого сколько задач по адаптации завершено, кто как ее проходит. Ну вот это, наверное, уже высший пилотаж. У системы PeopleForce, я напомню просто, кто не знает, есть скидка для студентов Mike Pritual Academy по промокоду Pritual. Ну и, наконец, чек-лист успешной адаптации. Это базовый, я бы сказал, чек-лист. Это вот основа, от которой стоит отталкиваться. Дальше вы разрабатываете более детализированные на основании специфики вашей компании. Мы на курсе, уже на втором занятии, посмотрим на более расширенный чек-лист адаптации, что туда входит. То есть вы должны подумать про прибординг, анбординг-индакшн, книгу новичка, задачи на испытательный срок, презентация новичков компании, презентация компании новичка, ментор, встречи с HR, формальное закрытие, обратная связь и геймификация. Вот эти вот основные элементы, их около 10, которые я бы точно рекомендовал внедрить, а не на основании той вот исследовательской модели с HR, в которой все факторы успешной адаптации стараются активизировать и усилить. Также не забываем про этап приборда. Мы часто говорим про новых сотрудников, но люди могут требовать адаптации, даже если они уже в компании работали. Они могли быть сокращены и потом повторно вернуться. Они могли быть в декрете, они могли быть в длительном отпуске по болезни, они могли быть в собаке, их могли перевести в новую страну, в новый офис. То есть много чего может быть. Не игнорируйте этих людей и тоже адаптируйте. Ну и, наконец, адаптация удаленных сотрудников. Вы понимаете, что люди, которые сидят дома, выходя в новую компанию, они, конечно, в более невыгодных условиях с точки зрения адаптации, чем сотрудники, которые входят в офис. Что нужно? Первое, это максимально сохранять человеческий облик. То есть максимально face-to-face, ну, в онлайн-режиме познакомить человека со всеми людьми, чтобы для человека это были живые люди. Дальше, не, как это сказать, не экономьте деньги, не экономьте время, отсылайте сотруднику по обычной почте welcome package, пусть он получит что-то материальное от вашей компании. Старайтесь все документы подписывать онлайн. Ну, в меру возможности вашего законодательства. Обязательно интегрируйте в культуру. То есть не думайте, что если в офисе нету, то не нужна культура. Как можно больше оставайтесь с людьми на связи, как можно больше списывайтесь. То есть у человека гораздо меньше возможностей общения, поэтому письменно вообще должно быть много. И, конечно же, проводите личную адаптацию. Иногда есть возможность, если у компании есть офис, привести сотрудника. Во многих компаниях, где я работал, при найме людей где-то в удаленный офис или на удаленку, людей приглашали на неделю, на две поработать в офисе, чтобы он это все почувствовал, посмотрел, даже с другой стороны, а потом он уезжал и работал удаленно. Теперь домашнее задание для тех, кто на курсе. Их у вас будет шесть, вот по количеству занятий. Кто еще не на курсе, я вас приглашаю пройти этот курс по правильной адаптации. домашнее задание. Посчитайте экономический результат от внедрения адаптации в своей компании. Воспользуйтесь теми формулами, которые я показывал. Вот они здесь у вас есть. Просто поставьте свои цифры. И вы можете предложить какие-то не указанные в примере экономические эффекты. Вы можете подумать, о, а вот в моей компании польза от адаптации еще будет вот в этом. И вы можете сюда это добавить. Вот такое домашнее задание. На втором занятии мы будем сопоставлять вот эту вот пользу с бюджетом. Мы будем учиться готовить бюджет и будем сопоставлять, сколько мы хотим потратить денег, сколько мы получим. Поэтому это очень важно. Несколько всевозможных статей на тему адаптации. Рекомендую вам потом посмотреть. И на этом тему номер один про то, что такое современная эффективная адаптация мы здесь заканчиваем. Дальше будем говорить про создание программы адаптации и анбординга. На этом сегодня все. Если есть вопросы, пишите. Если есть комментарии, оставляйте в чате. Буду рад прочитать. И обращусь к тем, кто будет смотреть на YouTube. Обратите внимание, там появилась кнопка спонсорства. Вы можете подписаться спонсором на наш канал, поддерживать его. Поэтому тоже пользуйтесь такой штукой. Вот. Вот так вот. Какие-то вопросы? Комментарии? Благодарю. Интересно и полезно. Ну, здорово. Что интересно и полезно. Приятно слышать такую обратную связь. Тем, кто с нами уже на курсе, добро пожаловать. Мы с вами продолжаем ровно через неделю. И жду от вас домашнее задание. У нас хоть на все домашнее задание отводится один год, я рекомендую просто раз в неделю стараться выполнять домашнее задание и присылать, чтобы сразу по горячим следам его проходить, сразу получать обратную связь и сразу в себя внедрять. То есть самые лучшие примеры это когда студенты к концу курса рассказывают, как они внедрили у себя в компании все, что они там изучили. Просто супер, особенно примеры из личного опыта и кейс. Ну, круто. Спасибо и вам. Ну что ж, тогда на этом все. Всем хорошего продолжения дня. Пока-пока и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok